Что нам стоит дом построить и что стоит купить там квартиру? Цена образования на квадратный метр жилья и не только будем говорить с директором центра экспертизы и цена образования в строительстве в Чувашской республике Михаилом Каледой. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу начну с вопроса, который наверняка волнует большинство телезрителей. Как в последнее время менялись у нас цены на жилье? Еще я, наверное, если возможно, попрошу вас сделать прогноз на начало 2017 года тоже по ценам. Законы экономики у нас не то, что там в нашей республике и в стране, в принципе, никто не отменял. И цены, они, в принципе, подвергаются общим тенденциям, укладываются в общие тенденции. Если эффект, так называемого, храповика никто не отменял, я не думаю, что цены будут падать, а цены будут, конечно же, расти. Потому что буквально в феврале прошлого года прогнозировали такой спад, да, сейчас все нормализовалось и идет постепенный рост, я правильно понимаю? Да. Центр экспертизы и ценообразования, он контролирует сметно-проектную документацию всех строительных объектов, объектов, которые строятся в республике, или это только те, в которые вкладываются бюджетные средства? Ну, что касается проекта сметной документации, то прежде всего, естественно, то есть с точки зрения ценообразования мы занимаемся в основном бюджетными объектами. То есть нас для этого создало правительство Чувашской республики, и мы работаем и стоим на страже прежде всего бюджетных денег. Что касается вообще экспертизы проектной документации общим, вот, здесь с недавнего времени частные инвесторы могут проходить и негосударственную экспертизу. То есть только могут, это не обязательно для них? Нет, они могут обращаться как в органы государственной экспертизы, так и в фирмы, которые осуществляют негосударственную экспертизу проектов. Но это именно объекты, в которых участвуют частные деньги. Если приходить все-таки к стоимости, да, к сметным каким-то документам, сильно завышают наши строители, которые работают над объектами, куда вкладываются вот бюджетные средства, стоимость? Или нет таких примеров в республике? Ну, я, наверное, неуполномочен говорить по злому умыслу, они там завышают. Да, есть, есть моменты, по которым приходится работать. Мы, сотрудники учреждения, связываем это, естественно, там, с допущенными какими-то ошибками, то есть которые в процессе составления смертной документации появляются. Ну, для этого существуем, в принципе, и мы, чтобы поправить их где-то, где-то может высказать нецелесообразность того или иного решения, что ведет к удорожанию объекта. А в целом, все-таки тенденция какая? Завышают или, в принципе, вы являетесь на такой же уровень? Ну, если брать, как бы, тоже статистику, которая в нашем учреждении ведется, то, в принципе, да, то есть уровень, там, 5-10%, который мы срезаем на объектах бюджетных, то есть имеет место. Ну, то есть экономия бюджета все-таки есть. Естественно, да. Если говорить о именно частных застройщиках, вот государство как-то может повлиять на их ценовую политику? Или застройщик частный может продать квадратный метр по любой стоимости, по которой у него купят его? Ну, государственное регулирование экономики у нас запрещено, Конституции Российской Федерации. Тут, в принципе, мы можем только делать какие-то выводы. То есть о себестоимости строительства. А так каждый строитель вволен сам устанавливать цену на квадратный метр, исходя из спроса, предложения. То есть это закон экономики. И все-таки, если, например, себестоимость строительства, да, вы видите, например, серьезно завышена, серьезная очень прибыль идет, наценка, как-то можете повлиять? Или тоже это дело частного застройщика? Он написал ли будет? Дело частного застройщика. То есть мы влияем, естественно, на бюджетных объектах. Ясно. То есть именно то, что касается бюджетных средств, то здесь, в принципе, и начинается наша главная работа. А что касается стоимости квадратного метра конкретного застройщика, тут... Ну, то есть именно закон спроса и предложения, ничего больше. Да. Ясно. Тоже информация, вот буквально недавно, информация последних дней, 8 ноября на президиуме Общественного совета премьер-минстроя России, заместитель министра строительства и жилищно-кунального хозяйства Российской Федерации Хамид Мавлияров рассказал о совершенствовании системы ценообразования. Вот как планируется модернизировать систему, что имелось здесь в виду? Ну, на сегодняшний момент так называемая смертно-мотивная база, в принципе, наверное, она уже выполнила свою работу. На сегодняшний момент мы пользуемся ценами прошлого века, так можно сказать. Потому что те цены, которые заложены в эту смертно-мотивную базу, они приравнены к 2000 году. 2000 год у нас, в принципе, это еще прошлый век. Ну, тогда я понимаю, почему у строителей получается завышение стоимости, потому что а как работать с такими ценами? Ну, тут вопрос не совсем в этом русле, потому что существует понятие индексации. Каждый квартал нашего учреждения проводит мониторинг. Ну, то есть они не заморожены все-таки цены? Да, нет. Это базисный уровень цен, который использовался в этой базе. То есть вот он был константа. То есть мы составляем, проводим мониторинг, составляем уровень сегодняшних цен. То есть получается, то есть при помощи математики, то есть делим, получаем индексы, с помощью которых можно индексировать любое строительство. Опять же, Чувашская республика, боюсь соврать, по-моему, уже порядка 10 лет работает в текущем уровне цен. И вот, наконец, сейчас, о чем говорит, в принципе, первый заместитель министра строительства Российской Федерации Мавлияров. Вся Россия, в принципе, по поручению президента Российской Федерации, курирует это лично вице-премьер Козак, переходит, только сейчас собирается переходить в текущий уровень цен. То есть мы не говорим, вот на сегодняшний момент, не говорим, дорого, дешево, реально. То есть есть понятие реальности, реальная себестоимость любого объекта. Ее можно определить, там, не помню, каких-то там индексов, там, грубо говоря, берем, там, сколько стоила, там, труба, там, или кирпич, там, в 2000 году, и, там, применяя какой-то индекс, получаем стоимость, зачем? То есть можно определить, сколько это данный кирпич, там, или, там, железобетонная плита стоит сейчас, да. То есть можно определить и, в принципе, посчитать, сколько будет стоить, вот реально, сколько получится реальная стоимость строительства. А еще какие-то новшества в законодательстве предусмотрены, будут вводиться? В связи с изменением в градостроительный кодекс, с Нового года все органы государственной экспертизы переходят на проверку всей документации в электронном формате. То есть будет сформирован, так скажем, личный кабинет электронный, то есть по типу электронного правительства. То есть, наверное, все уже, в принципе, сейчас сталкиваются с порталом госуслуги. То есть по такому же принципу будет организована издача проектной смертной документации. Про это я тоже слышала буквально недавно тоже на совещании со строительством, с руководителем строительных организаций это обсуждалось. Действительно, а как в Чувашии? Будут какие-то сложности? И если, не знаю, с чем они могут быть связаны, эти сложности, при переходе на электронный документооборот? Ну, сложности, естественно, конечно, будут. То есть мы, в принципе, уже предвидим. Не все, на сожалению, знакомы с интернетом, с понятием интернета. Многие там, я не знаю, отрасль у нас такая, что зачастую в отрасли работают энтузиасты. Бывают люди возрастные, смеечки. Да, ну, очень мало молодежи, мало продвинутых, так скажем. Да, мне казалось, что все проектировщики, наоборот, очень на ты с компьютером, потому что они проектируют, собственно говоря. Ну, одно дело там работать в компьютере, но есть такие проектировщики, которые, в принципе, на сегодняшний момент уважаемые, которые, в принципе, не признают еще, продолжают чуть ли не на кальке проектировать. С Нового года вводится правило, опять же, хранения документации, что, в принципе, нас радует. На сегодняшний момент, так скажем, эталон, назовем его, эталонный проект, который прошел уже экспертизу, он будет храниться в органе экспертизы и будет каждый квадратно направляться в Министерство строительства Российской Федерации. У этого есть еще одна важная функция. Мы, наконец-то, начинаем собирать мощную базу объектов-аналогов. По нашим сведениям, по нашим сведениям, по нашим сведениям, по нашим сведениям, вот сейчас готовится постановление президента Российской Федерации. У нас был ряд коллизий с детскими садами и школами, видимо, нет? Нет, там коллизии именно с интеллектуальными правами на проект. То есть у нас получается как? Проектант запроектировал, государственные деньги получил за это, а проект принадлежит ему. И то есть, если мы хотим его повторно использовать, мы должны к этому же проектанту обращаться. Ясно. То есть теперь это как-то решит, да, видимо, проблему? Да, должно то, что вот вкратце, если говорить, то проект, прошедший экспертизу, запроектированный на бюджетные средства, он принадлежит государству. Не может стать типовым. Мы его взяли, закинули в типовые объекты, и любой заказчик, который собирается строить, я не знаю, в сельском поселении или в городе в другом любом, собирается построить школу такую же, то есть может получить доступ. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с директором Центра экспертизы и ценообразования в строительстве в Чувашской республике Михаилом Каледой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин